Евро-5 – экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах. Его выполнение обязательно для всех новых грузовых автомобилей, продаваемых в Евросоюзе с октября 2008 года. Для легковых – с сентября 2009. К реализации этих эко-норм Украина приблизилась лишь в начале нынешнего года. В частности, с января в страну нельзя ввозить автомобили старше 2010 года выпуска. Эта дата привязана к дате обязательного для производителей внедрения для своей продукции экологического стандарта Евро-5. Стандарт Евро-5 предусматривает более жесткие ограничения по вредным выбросам. И причем на более продолжительном отрезке жизнью автомобиля. Если Евро-4 требовали соблюдения 100% стандарта до пробега 80 тысяч километров, то Евро-5 – до пробега 160 тысяч километров. То есть автомобиль, соответственно, изначально должен иметь достаточно большой запас по этим экологическим требованиям. Количество допустимых для автомобилей выбросов в атмосферу по стандарту Евро-5 по разным показателям сокращается приблизительно на четверть. Но в этом вопросе есть и подводные камни. Автомобили, отвечающие европейским эко-нормам, должны выбрасывать в атмосферу не более, чем предусмотрено стандартами вредных веществ, но только до пробега 160 тысяч километров. А по словам автоэкспертов, на украинском рынке поддержанных автомобилей более 90% машин младше 2010 года перешли этот рубеж. После пробега 160 тысяч километров для автомобилей вводятся так называемые коэффициенты ухудшения. То есть все экологические требования определенным образом снижаются. Да, и снижаются для того же, например, для тех же выбросов ЦО в полтора раза. Не такие же выбросы, как у Жигулей производства 80-х лохматого года. Они не лучше, чем новые машины Евро-4. Чтобы автомобиль соответствовал европейским эко-нормам, его нужно еще и заправлять топливом стандарта Евро-5. Использование такого бензина безопаснее для окружающей среды. Например, содержание серы в том же дизельном топливе стандарта Евро-5 на 100% меньше, чем в Евро-4. Это чистота бензина, качество его, мощностные показатели работы двигателя, чистящие показатели работы двигателя, уменьшение количества нагара в топливной системе, выхлопной системе автомобиля. Ну и опять же, таблица Менделеева, которая сокращается, сокращается, улучшается и заменяется те или иные тяжелые металлы, заменяется определенными присадками, которые менее вредны для окружающей среды и для организма человека в частности. На автозаправках рассказывают, топливо стандарта Евро-5 не производят в Украине и вряд ли будут в ближайшее время. Его закупают в основном в Литве. Поэтому такой бензин дороже. Однако он все же нашел своего покупателя. Клиенты нашей сети 50% на 50% заправляют Евро-5 и заправляют Евро-3, Евро-4, которые продаются в сортах топлива украинского производства. Но есть доля рынка, все-таки она присутствует. И это 50% наших клиентов, которые предпочитают исключительно Евро-5. С 2018 года Украина должна перейти на еще более жесткий экологический стандарт Евро-6. Но, говорят экологи, даже о полном переходе на Евро-4 говорить рано. Военная коммунальная сельхозтехника до сих пор работают на топливе Евро-2, а то и на бензине А-76. К тому же на дорогах все еще масса старых автомобилей. Да и не каждый украинец в силу финансовых возможностей может заправить машину качественным бензином. Экологи предлагают переход на стандарт Евро-5 начинать хотя бы с экологизации общественного транспорта. К сожалению, у нас все наблюдается наоборот. За последние 10 лет на 11% сократилась общая протяженность линии электротранспорта. В Харькове, вы знаете, один за другим сокращаются трамвайные маршруты, убираются рельсы. Это совершенно не экологично. Попытки реально перейти на стандарт Евро-5 малоэффективны еще и потому, что сейчас в Украине нет методов и организаций, уполномоченных контролировать выбросы в атмосферу частных легковых автомобилей. Техосмотр, о возврате которого сейчас говорят, ранее 2019 года работать не начнет. То есть проверять соблюдение эко-норм возимых авто некому и нечем.